Короче, девочкам лишь бы в тяпочках покворяться, и не важно, покупать их или разхламлять, все равно весело. А чтобы стало еще веселее, мы решили с мамой прибухнуть без алкогольного шампанского. Кстати, вот этот бренд больше всего похож на настоящее алкогольное шампанское, но при этом безалкогольное. Так что главное, чтобы оно сейчас нормально открылось. И не сбило нашу камеру. Вверх самый. В общем, да. От камеры. В другую сторону от камеры. На себя. На себя. На себя. Лучше себе в глаз, да, чем в камеру. Будет эпичное видео. Так. Ой, как хорошо. Идеально? Да. Просто чудесно. И вишенки для красоты. Вот так. Вот так. Настав. Задачное расхламление наше. Чун-чун-чун. Заходи в кадр вместе с Персею. Так. Вот мы тут все. Вся наша команда. Веселимся как Мура. Еще раз. Красивые какие ягодки получились. А ты его пробовала, кстати, от шампанска? Нет. Ну, как тебе на вкус? Похоже на настоящее? На мой вкус кислое. Я люблю сладенькое. Я не фанат шампанское. Ну, оно похоже на этот... Если мне память не изменяет, потому что я не пью с 2017 года. Похоже на брюд. Да. Я не говорю. Или как это? Кисленькое. Полубрюд, как называется? Не знаю. Наверное, полусухое. Полусухое, да? Семий блюд. Наверное, как-то так. Может быть. Я не знаю. Я не разбираюсь с шампанском. Но вкусненько. Потому что шампанское я только сладкое пью. А, ничто не пытаюсь. Ничто. Красота. Вот так и надо расхламляться, чтобы это не было повинностью, а было в кайф. Лучок. Да. Есть место. Уже съемка идет? Да. Пешенька, сажай перси. Ты у нас в квадр попал? Надо тебе убрать. Звезда. Маленькая звезда. Так. Что мы расхламляем сегодня? Вот этот шкаф? Да. Он самый объемный, самый большой. Надо его расхламить срочно. Так. Чтобы сложить туда что-нибудь. То, что мы уже расхламили. Так. Ой, не знаю, что это. Начинаем с этой. Ну да. Вот она. Сумка для расхламления номер один. Не знаю, насколько нас сегодня хватит. Или памяти моего телефона хватит. Ой, памяти. Ты в боку, что ли, поменяла? Нет, я в этой же была. Я в ней пришла. А, да? Мне казалось, что она у тебя какая-то была. Спринтовала? Нет. Я специально сегодня такую надела. Беспринтовую. Смотрю. Уже начинаешь профессионально работать с камерой. Без принтов. Чтобы ничего не менял. Ой, какие штаники классные. Очень хорошие штаники. Ой, вообще кайфовые домашние штаники. Да. Да. На лизленочке. На веревочке. И вот такие снизу. На веревочке, да. Слушай, это вискоза, наверное, да? Да. Очень крутая. Чуть забрать. Не знаю. Хаде. Хадена. Ну классно. Или Деха. Или Хаде. А вот тут можно посмотреть, что это такое. Дена. Дена. Дена дэнс. Танцевали ли, что ли? Да. Похоже на то. Ну все. Для моих видосиков. Был этот в инстаграм. Румыния. Румынские штаники. Вау. Ну что? Ну, мне кажется, надо оставить. Хотя у тебя сколько-то домашних штаников, не знаю. А они можно даже как не домашние, их можно поутюжить. А у них хорошая ткань такая. Ну да. Приятная. Ходить просто в жару. Просто ходить вот так. Из серии штаны для жары. С футболькой. Для обгорелых ног, как мы в прошлом видео говорили. В прошлый раз, да, у нас было для обгорелых ног. Это вот здесь такое все лежит, в чем я ходила в прошлом году, наверное. А. Летняя. Вот юбочка. Зеленая. А ты в ней ходила? Что-то я тебя вообще не помню даже в этой юбке. А я помню. Наверное, ходила, раз это все тут лежит. Вот такая зеленая юбочка. А, под те зеленые. А, иди подальше. Под те зеленые туфли. По цвету очень подходит. По стилю не знаю как. По цвету к чему? Туфли зеленые замшины. А, да. По стилю не очень, а по цвету, да. По цвету очень хорошо. Смотрите, что за принт. Не знаю. А, она без принта. А, она тоже какая-то, даже нет, наверное, это сатин такой тоненький, такой зелененький. А, вот они мои любименькие. Очередные белые штаны. А это манго, что ли? Наверное, не знаю. Просто я смотрю по подкладу. Не подклад, а это как сделано пояс. А, это многие так обрабатывают. Нет, у каждого бренда не с беечкой, да. Но есть нюансы. Юниклошные, они по-другому немножко обработаны. Ну да. Но юниклошные, вообще, принципиально другие. Я люблю бренд манго и люблю юникло. Я их просто отличаю среди других. Я тоже. Слушай, это же, это же вот это очень хорошие штаны. Да. Ну что же, ну что же у меня их так много-то? Ну, это куда? Это не надо мне. Юбку нет? Не надо, убирай юбку. Не буду носить. Ну, у тебя юбок, на самом деле. Мне юбок хватает, я в них почти не хожу. А вот штаники, ну, я в них уже тоже не хожу. Я только вот с таких хожу. А в этих уже не хожу, так жалко. Может, надо ходить? Надо. И ездить, когда уходите, там, на ВДНХ или куда-то гулять. Надевать вот те туфли на высоком каблуке с мысочком. Ну, я не знаю, насколько себе на ВДНХ будет удобно в них гулять. Сашка. Ой, тебе. Так, ну, в общем, я их положила в те, что я ношу. Да, надо носить. Ну, вот, смотри, еще одни точно такие же. Полегче только чуть-чуть, потоньше. Ну, вот и нужны тебе они в таком количестве? Вот и я о том же. Надо же все мерить. То есть, там у нас было налито то, что я выложила, по-моему, пять пар брюк. Еще две. И все белые? Все белое. Я целое объявление выложила, где только белые брюки. Видишь, как вот тут. Брюки даже, не штаны, а именно брюки. Тут с отворотиком. А там без. А там с разрезиком. Ах, вот эти чем хороши? Ой, вот эти, наверное, очень хороши. Брюки у них бежевые телесные карманы. То есть, когда ты их надеваешь, карманы не просвечивают. Да, это очень удобно. Да. Это здорово. В общем, не знаю, надо померить. Вот это молодец. Вот это ты хорошо придумал. Такое самое главное, меня тоже оставляем. Да? Сверху кладу. Накрыть. Тебя накрыть. Вот так. Вот так. Будешь, будешь. Персик, как ты. Ну, ладно. Так. Ой, вот эти хорошие штаны. Льняные. Ой, я помню, кстати, эти штаны. Они прям классные. Да, они сидят хорошо. Вообще, льняные штаны на лето, мне кажется, это идеальный вариант. Да. Да, они холодят. Так, если жара такая. Даже вот, несмотря на то, что они черные. У меня есть летний льняной пиджак, но брюк к нему не было. Не знаю. Я что-то, мне кажется, уже набрала всего. Надо теперь, наверное, все на продажу. Все на продажу. Попробовать. Продать? Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Майка белая. Просто белая майка. Уже была такая. Хорошо, белая майка. А мне кажется, ты оставляла что-то такое? Я оставляла белую майку, да. Белую и черную я оставляла. Да их не будут. Ну, не будут-то я. Куда? Мне, мне куда. Мне куда их девать? Ой, вот эта юбка крутая. Тоже манговская. Тоже манговская. Даже ярлык не срезан. Да. Да, она очень красивая. Я помню, у них тогда была целая коллекция вот с таким брюдом. Да. Хорошая. Классненькая. Каба, красота. Вот такая юбочка. Ой, летний вариант просто чудесный. С белыми босоножками. И вообще чума. Чума чечья. Держи. Ой, действительно. Можно целый. Как мне кто-то из девчонок в комментариях написал, что попробуйте продавать луками. А, можно, да, попробовать. Да, вот типа из этих вещей собрать какие-то образы и в образы продавать. Ну вот, просто майка. Просто майка. А что за бренд? Франко Велло. Неизвестный мне бренд. Стиль Италия. Наверное, турецкая. Здесь ничего нету. Не знаю. Это я же все под розовую подкрала. Ну вот, не знаю, оставлять, не оставлять. Наверное, надо оставить. Все равно не продавцы. Ну, вряд ли, да. Что-то я так смотрю по объявлениям. Ну, одежда, в принципе, плохо продается. Вот. Это что-то как-то не особо. Это что? Зеленая майка. Ох, это как те были белые и черные, такая же хаки. Да, да, да. Не буду носить. Не будешь? А на меня, интересно, она лезет? Не знаю. Наверное, налезет. Потому что у меня есть классная зеленая рубашка. Ну, на лето тоже она из тонкого-тонкого хлопка. И я ее иногда ношу, ну, в хаке. Да, да, на хаке. Я вот зелененькая все, мне нравится прямо. В зелененькой веке и ходить. О, мой любимый разум еще. Да. Нижнюю часть нужно только расправить. Там же это такое. Да, там, это колодушка. Нижняя прикладочка. Ну, очень хорошо. Да, хорошая майка моя там прямкая. Да? Ой. Ура. Еще что-то перепало. Вот, к вами приходишь на располнение. И все из одного шкафа в другой перекочевывает. Да, да, да. Кто-то, кстати, написал комментарий, что вы, по-моему, не расслабляетесь, а просто перекладываете. Ну, нет. Вот это я люблю майку. Вот это хорошая майка. Говорит, не расслабляетесь и перекладываете. Ну, нет. Мы столько вынесли мешков. Да. Ой, это что-то... А сколько еще написала в комментариях, где мы книжки расслабляем, почему вы это не продали? Как уже нет. Ну, вот приехали бы и забрали. А я написала, я говорю, приезжайте, забирайте. Не вопрос. Ну, никто же не забирает. Все только советы давать любят. Да. А у нас квартира не резиновая. Да. Маленькая квартира. Прикольно. Майк. Как они? Пеликаны? Нет, не пеликаны. Туканы. Туканы, да. Так. Ну, это надо оставлять. Это просто майка. С теми белыми штанами. Слушай, я уже забыла, что он здесь, персенька. Давай-ка ты вылезай отсюда, а то не дай бог я что-нибудь брошу. Тяжеленькое. Тяжеленькое. Нет, нет, малыш, не надо сюда. Не надо, мой хороший. Маленький мой, не надо, зайка. Так. Надо, что ты ему положишь. Ложись, иди сюда. Ложись здесь. Давай, ложись. Ложись. Вот. Лежать. Малыш, персенька. Лежать, лежать. Зай. Зай. Ой, вот эту я люблю. Она такая... Вот ее как раз с белыми брюками. Да, да, тоже круто. Вот эта она очень хорошая. Правда, я ее наизнанку показывала. Но не важно. Ой, кстати, надо вот прям вот... Ой, такие хорошие вещи. Надо переходить на удобную, но красивую одежду. Персей сюда нельзя. Нельзя на эту одежду. Да? Правда, я же могу надеть брючки, кедики и вот эту вот кофточку. Да. Так же удобно, как в трениках, только ты выглядишь по-другому. Точно. Точно. Вот это то, что ты не любишь. Это то, что я не люблю, да, вот эти вот... Юникло, между прочим. Тип летучая мышь. Юникло. Ну, давай, что-то... Кстати, на юниклошной вот эти майки у меня прям ажиотаж был вовито. Да. Они прям первые улетели. Юникло, видимо, в почете. На тогда вот эту юникло. Персейчки сюда нельзя. Нельзя, малыш. Ой, вот эта майка тоже хороша. А это ты шила, по-моему, да? Нет. А, трикотажные они не шили, значит. Почему? Я трикотаж шью тоже. А мне кажется, ты его не так много шила, потому что оверлок что-то там барахлит. Не-не-не. Просто его не так удобно. Кстати, тоже хорошая майка. Не буду отдавать никому. Не отдам. Она без бренда, ее никто не возьмет. Да что ты там роешь? Поросенок маленький. Так, это что? Что это? А, юбка. А, это как-то синяя, только голубая. Господи, где ты, мама? Что, смотри, какая хорошая. Нет, хорошая я просто все, каждый раз, у меня это в мозгах у меня не помещается, что у тебя столько вещей и еще в одном фасоне, одной модели просто миллиард цветов. Не говори, просто ужас, разные цвета зато. Зато разные цвета. Это хороший цвет или нет? Мне такой пойдет? Пойдет, голубой хороший. Или кому-нибудь его отдать? Не, можно отдать просто. У тебя этих юбок, у тебя серая есть? Какая серая? Ну, жемчужная серая, длинная в пол, которая плиссе. Да. Вот. Какая-то у тебя еще яркая розовая, по-моему. Да, фуксия. Фуксия, под которую я покупала босоножки, которые сегодня снимали, такие зеленые. Да, да, да. Вот. Ну и вопрос, больше двух юбок на лето тебе куда? Учитывая, что у тебя еще брюки, тренировочные костюмы. Нет. Давай с кем-нибудь и девчонок лучше поделимся? Нет. Кто будет носить? Что это? Не знаю, брюки. Брюки. Очередные брюки. Шуршат как хорошие по материалу. Эти брюки я носила 350 лет. Да? Ничего. А по ним не скажешь. Да? Бывают, кстати, да, вот такие тряпочки, которые вообще неубиваемые. Да. А я как-то купила себе. Я помню, как-то одно время я носила и носила, носила их в офис и носила. Они такие были удобненькие. Единственное, что в них неудобно, когда на улице холодно, я же их с утра до ночи и зимой и летом носила. Когда на улице холодно, такая ткань, она замерзла. Холодила ноги. А так прям, вот ты посмотри, они вообще, вообще. Вот я как раз ходила на каблуках и в таких ты-тыли-деревей прючках. Ну все, там все мужики на работе падали. Ну не знаю, мне такие уже не нужны. Я в них уже ни в какой офис не пойду. Не нужно мне. Надо отдать кому-нибудь просто так. Здесь даже бренд есть. Какой-то иностранный. Я даже помню. Марк Кейн. Мне это ни о чем не говорит. Да, посмотрю, как пишется. Что-то очень знакомое. А, это дорогой бренд, кстати. Да. Да. Поэтому и материал такой хороший. Ну, кому-нибудь отдадим. Девочки, кто смотрят, кому нужны брюки. Какого они размера? 44? Наверное, 44-46. 44-46. Из классного материала. Самовылаз. Так, это я тогда уберу. Ну ты посмотри, он уже улегся. Кукушонок мой. Нет, ладно, тогда не буду. Пусть так лежит. Так хорошо лежит. Садится. Ну так, это для того, что на выброс. Персенька. Сейчас помести. Персенька. Он охраняет мамины вещи. Чтоб никто не уволок. Так, ну давай, следующий. Достаю, да? Да, давай. Так. Знаешь что, я вот это вот так вот все буду все досматривать. Мешочки перемешиваю? Мешочки в мешочек. Да. Я думаю, что сверху тут лежат вещи, которые я в основном ношу. То есть нужно нижние мешки на разбирание? Наверное, да. Хотя, не знаю. Ну, давай смотри. Ну, из-за того, что ты носишь, ты это принесла сколько лет тому назад? Видимо, когда случился потоп. Это был какой? 20-й год? Нет. Нет. Я не помню. Это капюшон от Сашкиной куртки. А куртку я эту где-то видела. По-моему, она в коридоре висит. А, да? Да, где-то я эту красную куртку видела. Надо посмотреть. И пристегнуть. Да, пристегнуть. И пристегнуть, чтобы не потерялся. Кашемировый шарф. Хорошая вещь. Хорошая вещь. Да. Такой цвет у нее хороший. А, у меня под нее шапка есть. А, так это тут вообще всякие шапки. Это шапки. Это не будем расхламлять, наверное. Точно? Ну, да. Тебе нужен мешок шапок. У тебя еще там мешок дома есть. Ну, что такое? Давай расхламим. Вот смотри, какой шарф хороший. Как это? Снут. Угу. Очень удобный. И цвет хороший мне нравится у него. Да, мне тоже нравится. Не яркий, а тут желтый. Да. Все яркий желтый редко когда хорошо. Нет, нет, нет. А вот этот очень хорошо. Да. Мне подходит. Какой-то похожий на горчичный. Ну, таки. Вот еще один. Еще один. Куда тебе, женщина, столько шарфов одного цвета. Ну, наверное, я этот не нашла и купила новый. Наверное, да. Потому что я помню, он какой-то прям совсем дешевый был. Вот тот, смут который. А вот я не знаю, ну, куда я его буду девать? Куда, снуд? Нет. Снуд я думаю оставить, а вот этот куда-нибудь деть. Ой, да и мне. Мне больше нравятся вот такие, чем снуды. Тебе нравится такой цвет? Да, мне нравится такой цвет. Это хорошо. О-о-о-о. Фуксия. Ой, вот эта шапка такая крутая. Я помню, ты в ней ходила. Да. Это я, знаешь, на кого похожа? На кого? На Круэллу? Ну, клоуны такие были у нас. Аси-сяй. И такая там была тетя с большой попой и с большой грудью. У меня, правда, ни того, ни сего. Но я на нее, мне кажется, похожа сейчас. Не знаю. Миша, шапка очень крутая. Но она мне маловато. У меня же побольше, чем у тебя голова. Ну, такая она классная. Она же из кого сделана? Из кролика. Миша, это кролик. Да, очень прикольный. У нее цвет шикарный. Да, вот так у девчонки какой-нибудь. Она такая прикольная еще с этими. Не с ушками, а она просто такая вот прямоугольно сшитая. Может, кому надо? Ну, давай, спросим. Такая хорошая. Я ее пока выкладывать не буду на Авито, а то и так объявления все кончаются. А к зиме ближе можно выложить. Да, ладно. Как раз там сейчас лето же, все смотрят себе, а зимой будут шапочки носить. Туда как раз пойдет моя шуба в зимнюю коллекцию Авито. Ладно. Так, ну тут Сашкины шапки. Так, это что? Да, вот так вот его надеваешь. Опа. И он хорошо смотрится. Да, 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 я помню, я его носила. Ой, да, он такой приятненький. Он не колючий, а такой мягенький, хорошенький очень. Ой. Но прохлад не лезь, не лезь. Я запуталась. Так. Ну, как можно от такого избавиться? Ну, никак же. Никак. Это же хорошая вещь. Да. Вдруг пригодится. Тебе дать? Нет, я не буду такой носить. А кому-нибудь? Ну, давай спросим у девчонок. Ну, тоже на зиму оставляем. Нет, он же тоненький. Какая зима? Ну, с такими дырками. Ладно. Нет, его, кстати, и зимой тоже можно надевать. Ой, а вот это классная тоже вещь такая. Это льняной шарф. Ой, как классная вещь. Кстати, ее надо домой забрать. Я вообще про него забыла, честно говоря. Он шикарный. А покажи сюда поближе. Какое. Как будто льняной, кружевной или вязаный. Он и есть. Это вязаная кружева такое. Какое-то. Вообще красота. Вот это да. Я так вообще про него забыла. Я только сейчас увидела и вспомнила. А так вообще. Ой, пятно. Ой, пятно. А что это? А как же его вывести? А от чего это пятно? Да, и смотри. Вот тут на висюльках тоже желтенькое. Ух ты. Ну, надо постирать. Может быть, это отстирается. Может быть, это просто от давнего лежания. Обалдеть. Вообще про него забыла. Так, хорошо. Это что? Еще одна шапка меховая. Да. А вот это, кстати, норка, да? Это, кстати, норка. Прикольная такая шапка. Она просто понялась. Она как колпак такой. Да, да, да. Но она из норки бни. Это очень крутая шапка. Я помню ее. Ее нужно на банку надеть. Ну, это к зиме ближе. Да, да, да. Чтобы она приобрела обратно свою форму. И что она называется? Бни? Бни, да. Ну, если в простонародье, то шапка гондон. А если по-эвропейски, то бни. А вот эта тоже хорошая. Просто кругленькая шапочка с пимпочкой. Да, да, да. Классненькая. У нее еще были какие-то... Ты в этих кашмировых сейчас ходишь, да? Ой, она мне вообще мала. Она мне мала. Хотя она не ссохлась. Она очень мягкая. Странно. Может, ты поэтому и не ноешь, что она тебе мала? Может быть, надо. Да, наверное, я ее поэтому и не ношу. Нацепила на радостях в магазине, натянула, а и все. Да, ее надо так... Она надевается, конечно, но так вот надо, знаешь, все заправлять. Да. Нет, она не давит ничего. Ну, как-то мне в вязаных комфортней. Вот так, у нее такая хорошая. У меня же шуба, нет, не такая. У тебя серая была шуба? Есть, наверное. Да. Может, ты с ней ее носила? Наверное, да. Так, ладно. Поехали дальше. Оставляешь себе? Нет. А что, надо продать? Давай, у вас тоже буду, конечно. У меня же целую полку, которую мы с Ильей повесили. Я же ее туда. Я туда все аккуратненько складываю то, что на Авито. А, ух ты, вот это какой шарф. Ой, слушай, он какой-то шарф. Ой, каре. Да? Или больше, чем каре. Каре 90 сантиметров. Да ты посмотри. О, нет. Это прямо плед, чтобы загорать ходить. Это больше, чем полтора метра. Вот так, нет, полтора, наверное, полтора. Вот так метр. Вот так метр. Вот так метр. Ну, и да, здесь еще почти. Ой, что-то на нем даже написано. Ну, какой-то очень гладенький такой. А, синий. Ну, еще фигня какая-то. Шерсть акрил-вискоза. Вот, такая вот штука. Ну, это да, как плед. На пикник ходить. Да. Ну, он такой, потрогай, какой-то мягкий. Ой, классный. Я, кстати, мы когда были вот... Это вообще на шею, наверное, наматывать? Ну, наверное. Тут так замотаешь, или это решение будет двигаться. А потом хорошо такая, будешь как эта женщина островная с этими... С кольцами. С обручами, да, на шее. Куда девать, не знаю. Туда же? Ну, да, наверное. Держи, очень приятно на ощупь. Да, вот это продают... На канарах мы были, там продавали такие вот всякие разные с бронтами и пледами. Но они, конечно, сделаны, в лучшем случае, из хлопка. В худшем, непонятно из чего. Так, а ты сашки на кашемирке. Продавали по 40-50 баксов. Представляешь? Нет, эти, афроамериканцы. Ну, да. Так, ну, это я назад убираю тогда. Ну, это же... А как ты убираешь? Ты ставь это куда-нибудь вбок? Вбок? Нет, я имею в виду сумку убираю. Так, вот сюда вбок. Да. Чтоб потом это обратно туда сложить. Так, ну, тогда я вот эти тоже вбок поставлю. Пока. Остатки прошлых расслаблений. Ой, вот эти твои, смотри, вот эти классные красные ботинки. Вот, я же про них и говорила. Что они были помяты, когда случился поток. Все выбрасывали на ботинок. А, я почему-то думала про туфли, а не про ботинки. Нет, вот про эти ботинки. Я же помню, мы их когда у Илонки увидели. Нет, ну они так нормально в себя пришли. Да. Вот, а я не смогла себе купить, не было моего размера. А я себе купила. А ты себе урвала эти классные ботинки. Да, ну я так хорошо походила. Они так, они очень удобные. И они смотрятся как круто вообще. Просто такое все. Ну, теперь уже не буду носить. Ну, да их тоже, наверное, попробовать выставить, может быть. Ну, давай, давай, давай попробуем. Потому что на каблуках я не буду уже теперь сафаги носить. Прям даже на таком тут каблучок-то, наверное, сантиметров 7. Ну, ты знаешь, да, не буду, не буду. Девочки, смотрите, какие классные. Это сейчас еще схожу бренд. Басконе. Вообще лакированный, кожаный, просто стиль. Все мужики сразу попадают. Они очень акцентно смотрятся. Ну, я тогда, в их правда, когда у Илона увидела их, я говорю, боже, я хочу эти ботинки себе. Я поэтому и купила. Я еще выясняла, что за бренд, где купить. Оказывается, у нас в нашем они продавались. Да. А мои нигде, моего размера нигде не было. Моего размера не было, да. Так, поехали дальше. Опять шарфы и шапки. Господи. Да? Да. Ну, кстати, вот эта история с шарфами и шапками, вот они продаются, потому что они вообще безразмерные. И они продаются. Я помню, у меня же тоже их было безумное количество. Я все выставила на Авито, и у меня все разобрали. Так, вот это шарф. Такой шарф. Офигеть. Это что, Венеция? Нет, сегодня не очень хорошо видно с обратной стороны. Да. Да, Венеция. Венеция. Вот такой шарф. Хороший. Он хороший, у него цвета хорошие. Да. Да. У него очень хорошие цвета. Такие прям вообще классные. Ну вот. А из чего он, помнишь? Нет, не помню. А на ощупь не очень понятно? Ну, на ощупь непонятно. Я только могу сказать, что он мягенький. Больше ничего. Так, у него есть что-нибудь? Нет, у него срезана этикетка срезана. Ну, я не знаю, что. Ну, такой мягенький, приятненький. По поводу белых штанов. Зимой хорошо. Потому что я выложила сразу в объявление пять штук белых штанов. Какая-то женщина пишет. «А покажите этикетку юниклошных штанов». Я так думаю, блин. Я ей пишу. Потому что не видела этикетки у юниклошных штанов? Я не знаю, может быть. Ну, я понимаю, там этикетка Dolce & Gabbana. Там, ну, каких-то суперлюксовых брендов. Чтобы проверить подлинность. Потому что покупаешь их за большие деньги. Ой, вот эта шапка тоже очень хорошая. Да, да, она еще тянется. Она, она... Ой, у этой, как ее? У Максмара такая. Ага. Вот такая. Тоже такая, вот как ты говоришь. Как? Бни. Какое-то странное название. Мне кажется, ты, может быть, в букве где-то ошибаешься. Нет, B-N-E-E она пишется. Бни. Бни? Такая, да. И тут такая. Да. Если, как и я, кто-то часто ходит с кульком, и вот туда удобно приныкать. Да. Классная. Да, да, очень хорошая. Очень хорошая, правда. Хорошая такая. А тебе вообще видно было камеру? Я не знаю. Надень еще раз, а то мне кажется, что не было видно, потому что камера была опущена. Давай еще раз. Дубль два. Вот. Опа, да. С пумфончиком. Да. Классная. Да, хорошая. Так. А, так их надо туда же складывать, где... Где все шапки шапки. Где все шапки, да. Сейчас мы просто из одной столки в другую опять, как всегда, переложим. Это весь Ютуб будет троллить. Шарф. Шарф? Да. Черный. Шарпа. Шарпа? Это по-итальянски? По-итальянски, да. Шерстяной итальянский шарф. А, так он еще и итальянский? Да. Ты его там покупала? Нет, я здесь покупала. Это вот... Вот он точно шерстяной. Совершенно однозначно. Какие вещи у меня хорошие. Так, ладно, складываю обратно. Он был когда-то серым. Серым? Ты его красила, что ли? Да, я его покрасила в черный цвет. То есть серый не пригодился? Нет. Или что? Нет, у меня был другой серый. Помнишь, недавно мы выбросили? Мы выбросили или я? Ты... Платок был такой серый. Серый платок, так, клеточку ты еще говорила, что он хороший, но на нем была дырочка. Да, да, да. Вот, вот у меня вот этот серый был. Поэтому два серых мне было ни к чему, и я этот покрасила в черный. А он не красится? Нет. Слушай, хорошая краска была. Потому что я вот каждый раз думаю, а может что-нибудь тоже покрась? Ну, я какую-то просто купила краску для шерсти, и я уже даже не пил никакую. Свитер. Без размера. Это тортлнек. Называется. Ну, тортлнек, в смысле форма горловины, черепаховая шея. Когда она вот так вот собирается складочками, как у черепахи шеи. Ну, вот. Не помнишь, из чего он снял? Это синтетика, но такая мягкая, хорошая синтетика. Николющаяся. 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 Так, эти я... Это Сашки у нас сегодня. А, мужские в клеточку. Ну да. Нет, почему мужские? Мужской. Мужской. Клеточку. А мужский... Ну, я имею в виду раздел. Береточка замшелая. Ого. Я такие уже не ношу. Береточки. Я помню, ты ходила в ней в своих очках круглых. Да. И была похожа на Троцкого. Что, Троцкий ходил в берите? Не знаю, почему у тебя такая ассоциация, что... Хотя у него была грима такая нормальная. Мне почему-то ассоциация с Троцким. Ну, вот очки только круглые твои, черные. Да. Тебе хорошо. Мне хорошо. А ты думаешь, зачем я ее покупала? А что ты думаешь? Чтобы мне было плохо? Вот иди. Ну, потому что не хожу я в таких уже. Надо ходить. А дай мне померить. Я же люблю головные уборы. Правда, хорошо. Вдруг мне подойдет. Вот он сейчас вообще не налезет. Почему он не налезет? Она должна налезть на тебя. Ой, она правильным размером. Да. Вот. Ой, можно я ее у тебя заберу? Забери. Ее просто нужно... Ее надо... Побрызгать. Чтобы она форму обратно приняла. Да, да. Да. И все. Вот как она. Она очень хорошая. Такая, тоненькая, замшевенькая, хорошенькая. Да, стиль, стиль. Так, это что? Ой, варежки. Варежки, Сашки. Сашкины варежки. Ура, ура, ура. Ой, Сашкина шапочка. Полярная белая. Ой, у Сашки шапочек. Мои варежки. О, это крутые. Да, хорошие такие. Это ты покупала или я тебе с Эльбрусу, которые привозила? Не знаю, я не помню. А, не, наверное, это ты покупала. Потому что с Эльбрусу у них там шов наружу. Там видно вот то, что это кожа, кожа натуральная. А тут видишь, как... Те, наверное, у меня дома, которые... Я в них ходила, я помню, которые ты мне покупала. Так, ладно. Сюда. И тут еще ремень. Вот какой. О, какой красивый ремень. О, да, это летом на платье такие хорошо. Да, да. Супер смотрится. О, трикожаный. Надо оставить его здесь. А ты будешь в нем ходить? Тебе, что ли, отдать? Да. Я просто очень люблю носить вот эти платья длинные. И сверху ремень. Действительно. Действительно. Вот. И размерчик такой хороший. А черный у меня тоненький. И из кожзама. Но тоже такой плетеный. Ну, класс. Ну, класс. Ну, что, отдашь? Что ты мне глазки строишь? Что ты мне строишь глазки? Ты мне кооператив построй. Да. Так. Все. Забирай. Ура. Ура. Перепал ремень. Кожаный. Не какая-то там вам. И замшевая береточка. Кожаный ремень, и замшевая береточка. Все лучшее отжало. А резиночка это... Все лучшее детям. Это вместо шлевки. Потому что я не знаю. Он продавался, наверное, без шлевки. Все. Да. А, ну, что-то мне... Ого. Так. Сюда. Следующий раз. У нас пока еще совсем ничего нет на выкид. Все либо продать, либо оставить. Да вообще ужас какой-то. Мы ничего не будем... Это вот как я говорила в первом видео, когда я здесь расхламлялась, что у тебя все вещи в таком хорошем состоянии, что это не выкидывает. А потому что я тебе говорю, тут сверху, тут сверху все хорошие вещи. Те, которые мы носим. Тут плохие. Ну, давай, да. Ну, если они плохие, а давно не ношенные, могут быть только снизу. Давай снизу что-нибудь выгребем. Адидасовские ботинки и какие еще? И лакостовские ботинки. Кстати, я вот их искала, хотела их поносить, а они тут валяются. Лесной. Уж. Так, все. Давай снизу. Что это? Снизу. О, там что-то такое непонятное. Тебе помочь? Это белая, наверное, это обувь. Ой, обувь мы сегодня разбирали. Давай шмоточку. Давай вот так, вот стол. Да, это обувь. Нет, обувь на сколы мобильна. Так, я не милю. Ну, как-то мало было. Вот я тоже удивилась. Это чехлы. Это чехлы. Может, не чехлы поменять дома? На креслах? Обновить. Ладно, я сошлю новые чехлы на кухню. Так, это тоже. Это вообще то, что мы его только весной принесли. То, что относили собачьи сапоги. Так. Ладно. Это что? Наверное, тут больше нечего разбирать. Что, нет? Опять обувь? Мы что, всю одежду разобрали? А, подожди, ну зимнюю. Мамочки, опять обувь. Я помню. Блин, я всю твою обувь помню. Почти. А как же ты можешь ее не помнить? Я же всю ее носила. Конечно, я завидовала тебе. Хорошо, что у нас была разная нога. Да, а то сейчас-то же это, мамы жалуются. Обувь, обувь и обувь. Господи, сколько обувь. И вот там обувь. Все. Вот обувь, обувь. Давай тогда зимние шмоточки разбирать. Какие зимние? Вон там курток-вагон висит. А, у нас еще есть твои сумки. Ну так и что? Что это? Коньки, что ли? Наверное. А вон там слева на полках ничего нет? Вот еще. Кляпочка. Я в таких уже не хожу. Вот за столиком дама, на даме панама, под ней тонный взгляд. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, панама. Панаму такую я, конечно, уже не буду носить. Ну давай мы ее выложим, как раз для ее самая погода. Летние кеды. Еще одни. Еще одни очередные летние кеды. Панама, давай сюда. Давай мне. На. Надо, чтобы это, когда у меня появляется время, чтобы я могла выкладывать. Так, кеды я положу тогда вот туда. Лежи, лежи мой хорошечко. Лежи мой сладкий. Опять кеды. Ну, получается, что мы как бы все разобрали. А там вот эти нижние мешки. Это что, все обувь? Да. Вот это вот три обувь, а вот это один, это чехлы от моих кресел. Слушай, а вон куртки там висят, надо что-то разбирать? Куртки нет. А, подожди. Вот тут вот есть... Дай тебе табуреточку, чтобы туда подлезть. Слушай, тут нет, тут разбирать нечего. Тут смотри, тут висят три. Четыре Сашкиной куртки. И два моих плаща. Нет, не два, больше. А тебе нужно? Тут еще что-то тут под этим плащом. А, тут два плаща. А, и там Кельвин Кляйн. Да, тут Кельвин Кляйн, вот этот вот коротенький плащик. А вот это как бы у меня... А, слушай, а дай достать Кельвин Кляйн, а не будет ли он мне сейчас как рад? Вот это ты хорошо сказала. Ну, ты не носишь. А мне мой великоватист. Давай, давай тогда твой продадим, а ты будешь носить новый, мой. Ну, может, чтобы продать, надо его из Испании привезти. Ах, он у тебя в Испании. Да. Там внизу справа, посмотри, есть палка для снятия вешалок с верхней. Он под цветным, под цветным. Ну, снимай прям вместе все. А, тебе хорошо, ты достаешь. А я так нет. А, кстати, вот этот вот черненький плащик, коротенький, я тут посмотрела, почитала. Сейчас, да, сейчас вот такие короткие, именно короткие тренчи большой популярностью пользуются. Да? Да. А ты можешь поставить ее? Прям вот сюда, в сторону. Ой, у нас начесался. Не отрезаю? А я не в ту сторону. Или в ту? А давай мы выключим и сделаем в ту. Да, он тебе как раз. Я смотрю сзади по плечам. Потому что мой мне вообще, капец, как все. Ну, понятно, что... Широк, он такой, знаешь, как нынче модно оверсаль. Да. Ты мой хорошечка, на ручке? Давай. Так, ну-ка, я сейчас вот иду подальше, чтобы было мне себя видно в камеру. Опа. Опа. А вот, динамичку, смотрите. Сзади чуть-чуть пояс поправь наверх. Чуть-чуть наверх. Ага. Потому что в свой я заматываюсь просто. Он прям вот как модный нынче оверсайз. Шикарный вид, я вам скажу. Сивердат. Мимо хэр. Мимо обрэмухэр. Вообще. Ну, кстати, учитывая, что мы сейчас с тобой по бедрам одинаковые, значит, он тебе тоже нормально. Конечно, а он мне и был нормально. Ты не хочешь, как же ты мне его откашь? Нет, я тебе его не отдам, а дам поносить. Ладно. Ну, они просто нереальные. Я даже не смотря на то, что мой меня там велик сильно. Я, ну, как бы, когда есть опция надеть его, я его надеваю. Я себе послешу шкаф. Так. Из страны не увозить. Это достояние России. Честно добытое в Италии. Да. Понимаешь, что плашки это мглянь. Огонь. Вещь огонь. Так. А что мы там, что у нас еще есть? Хендерсон. Хендерсон. Вот он висит. Тоже мне померить? Ну, я не знаю. Может, тебе, может, ты тоже поносишь. Я могу. А Хендерсон делает женский. Ну, видишь. Тебе рукавишки, короткишки. Да, рукавишки. Ну, как, подвяжись. Подвяжись. Поясом. Надо застегивать. Давай. Та-дам. Я не думала, что Хендерсон делает женский. Может, уже и не делает? Может, уже и не делает. Ты сзади все время поправляй пояс. Он у тебя где-то там на бедра съезжает. Вот сразу, видишь, нужно срочно подцепить. Хорошая вещь. Да. Этой вещи сто лет в обед. Может, даже не смотреть. Она шикарно выглядит. На мне? И на тебе тоже хорошо выглядит. Ну, наверное, она тебе в груди чуть узковата. Ну-ка, подзастегни. А тут нет. А, есть. И немножечко вот так сделает. Вот. Вот так. Ну, так подтягивает. Так что это твое вещь не будет тебе оберегать. Смотри, ну-ка, что Хендерсон. Эх. Эх. Твое вещь уже в карман. Да. И вторую часть тоже. И чтобы не уехал. Я пить маску. Ой, да. Давай ты теперь будешь смотреть вещи. Я что-то уже... Ты устал? Я так хорошо сижу уже. У меня персичка на ручке залез. Слушай, а... На ручку повесь. А я, может, потом ее открою. Ну, ладно. Так, СТРМ, дождевик. А у тебя, мне кажется, дождевиков что-то дофига тебе нужен? Да. Нет, не нужно. Ну, ты посмотри, какой он шикарный. Ну, он классный, да. Согласна. У меня тоже дождевик такой черный. Он как будто... Как вот машины такие матовые. Софт-тач. Он из такого материала. Ой, он подмышкой разъехался. Надо зашить. Расклеился. Ага. Ну, не страшно. Ну, он мне... А, он тебе короток. Капюшон, капюшон. Видишь? Ну, там вижу, вижу. У меня слишком длинная шея для этого капюшона. И вот... Сразу плечи так поднимаются. Да, вот я в каком-то расслаблении... Если вот так, то нормально. Я в каком-то расслаблении... Помнишь, я говорила про капюшон, когда мы смотрели с тобой такую оранжевую курточку? Да, спортивную. Вот там капюшон просто вот вообще шикарный. Да. Нет, так он мне нормально. Только капюшон маловато. Да, так он очень забавный. А нити на глазки, между прочим. Да. А нити на глазках. Да, но его нужно это починить. Будешь ты в нем ходить? Да, конечно, буду. Ой... Что, думаешь, надо спродать? Ну, я бы вот так починила бы и продала. Ну, правда, у тебя, мне кажется, штуки три или четыре. Ну, такой хороший. Слава богу, в Москве столько дождей. Ой, тут даже индо-борд, Илюхин. Вот смотри, слева, с самой крайней... Да, вот это. Вот это что это такое? Там вот это вот какая-то куртка, типа плаща. Сейчас мне это выясним. А под ней тоже что-то есть? Да-да-да, я ее просто сняла, я не могу... Это уж плащ. Ой, он такой немножечко... Ну, прохладную погоду, если тот дождь... А, чуть утепленный? Ну да, он какой-то вот, как будто там что-то внутри чуть-чуть. Ой, как у него много карманов всяких. А их надо, да, прям с самой низ и два вместе сразу. Вот. Вот это собака, гулять, кстати, и капюшон здесь поудобнее. Да-да. И мне очень нравится, когда в любой курочке вот такие рукавчики. Манжетики? Да. Да, вот это удобно. Да, мы вот этот тебе оставим, а тот продадим. Ладно, давай оба продадим. Я согласна. Хорошо. Да, вот этот хороший, он такой длинный. Да. Какой-то он такой, да, и тепленький. Это вот даже на мой рост 176, прям сразу над коленкой получается. Под коленкой? Над. Над, вот ниже коленкой. А, у тебя коленка ниже, а такое ощущение, как будто она выше должна быть. Как будто как раз вот она вот. Ну, на твой рост она будет пониже коленки. Хотя рукава длинные, наверное. Рукава длинные на твой рост, да. Да, он хороший. Да. Так, все, давай тоже. Все на продажу. Вот, и пусть потом вам кто-нибудь скажет. Ты же сняла. Вон она лежит. Кто? Нет, нет. Нет, нет. Это Сашкина куртка. Хэлли Хэлли. А, ну мужскую мы не будем смотреть. А вот эта тоже на Сашкина. Это тоже Сашкина. Это все Сашкина куртка. Это все Сашкина. Это моя. А там под ней что-то есть? Розовенькое пальто. Розовенькое пальто. А, вот розовенькое пальто тоже можно. Я его уже, наверное, года два не носила. Наверное, его можно уже продать. Сейчас мы, если я его надену, по-моему, оно было такое узенькое. Оно узенькое, да, хорошенькое такое. Ммм. Оно очень приятное. И оно так смотрится хорошо. Да, оно у меня узковато, как и все в спине. Угу. И в груди, да, тоже. Вот. Да, это, наверное, 44-46. Потому что у меня 46. Ой, такое хорошее. Хорошее. Прям жалко продавать. Да, оно классно, оно прям до конца застопивается. Да. Если нужно. Да, и знаешь, что у меня кайф? Вот эти тоненькие пальтишки, они обычно смотрятся как-то кутся и как-то ужасно. А это хорошо. А это хорошо смотрится, да. Что за бренд? Да я помню, что ли? Я тоже не помню. Ну, какой-нибудь, наверное, неизвестный. Ой, какое хорошее пальто. Да, и вот оно мне, наверное, середина коленки. На мой 176. Слушай, а так вот не скажешь, что оно тебе в спине узко. Вот в груди. А я чувствую тогда плечами шины. Вот в груди узко. Нет, прямо вот именно в груди. По линии груди. А, ну и вот здесь подтягивает. А, вот здесь подтягивает, да. И вот по спине вот я, когда вот так делаю, тоже чувствуется. Ну, как бы носить-то можно, но не очень узко. Вот в спине не видно, а в груди видно, что узко. Да, поэтому этот сорт четвертый. Ну и что? Ну ладно, выкладывай. Хорошо. Ну, как всегда, срезана заботливая этикетка. Даже не понятно. Оно из... Что там? Синтепон? Синтепон. Это не пух. Синтепон не чучок. Да, я тоже в этом убедилась, потому что их стирать можно. И ничего с ними не случается. Да. Пух все время сворачивается там в комки. И все. Все, а тут обуви, мамочки, наконец-то. Ну вот, видишь, как. Все. А давай мы посмотрим эти еще твои сумки. Сейчас принесу, которые там в шкафу лежат. Давай. Ой, вот это самая такая классная. Она когда-то была зелено-красная. Ой, так. Господи, тут. Сумка в сумке, еще в сумке. Чтоб никто, никто не уголок. Фу, да. Надо так правильно вытащить. Как ты это туда засунула? Ну, как-то легко, видимо. Не так, как ты вытаскиваешь. Вот, видишь, раз и все. Так, что это за сумка? Плетеная, кожаная. Кожаная, плетеная, светлая. Ой, это камень? А что за бренд? Я не знаю. Я не помню. Бренд Enrico. Made in Italy, между прочим. Я не креплю, я не креплю. Вот, смотрите. И она внизу, внутри чистая. Вот это, кстати, важно. Потому что я не знаю, как ты это делаешь, но у меня сумки почему-то пачкаются. Хотя я не ношу там ручек, чего-то пачкаются. Я не ношу в них еду. А, может быть? Да, я еду ношу. Наносила раньше в офисную работу. Ой, вот это хорошая была сумка у меня, какая я ее. Так любила я в ней, так ходила. Это какой-то известный бренд. Это, по-моему, рандевушная, да? Нет, 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 это не рандевушная. Почитай там на железочках, на всяких. Там лошадка вот эта бегущая. Ла-мар-те. Ла-мар-те-хер пишется. Ну, дай посмотри. Не знаю, что ты делаешь. Ну, дай посмотри. Или я путаю, или это у меня другая. Лонгчем поменял. Ой, вот это. Да, мне казалось. Лошадки бегущие вроде бы на Эрме. Нет, нет, точно не Эрме, а что-то еще такое другое. Ой, салфетка. Так, подожди. Вот у нее что удобно, смотри, у нее вот это такая пристегивающийся органайзер. А, для всяких этих карточек в магазин. Снимается, да, вот здесь очень интересно так. Здесь для ключей. Ключи пристегивать, чтобы не терялись в сумке. Так, берешь, так, вытягиваешь. Опа, вот она и тебе ключи. Так. О, деньги. Деньги сюда. Так, это кожей прям пахнет. Ой, ну ладно, тут мусор, мусор. Ну, ты вытаскивалась на салфетке. Да, 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 салфетки, конечно. Ну, ладно. Я все думала, может, деньги, деньги еще. Ламмарты вообще. Подожди, ну вот я не помню. А, нет, я вру. Здесь вот что-то другой какой-то значок. Не знаю. Ну, в общем, лэ и а. Вот здесь написано. Это не так. Нет, вот, вот он. Это не лэ и а. Это какой-то, как единорог, что ли. Видишь? Да, да, да. Лошадь такая с большим рогом. Да. Ну, в общем, это этот. Там написано ламмарте. Или ламмарезе. Ну, вот прям вот это можно снять. Ну, я сфотографирую, да. А, и это... Ой, она, правда, пыльная. Ну, протру. Так. Что ж, Патяна. Только все равно все просматривай кармашки. Смотрю, да. Потому что, как оказалось, везде могут быть всякие штучки. В сумке, в сумке. Ой, 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 вот это моя любимая сумочка. А, вот это? Вот это хорошая тоже сумочка. Да, это прям ван Лима. А, это не знаю, чье это, чье производство, не знаю. Но это, знаю, что кожа. Она даже пахнет кожей. Она мягает. А у тебя все кожаные, конечно. Да, у меня все кожаные, я не ношу ни кожи на сумке. Считаю, что это какой-то. Только рюкзак может быть ни кожи. Да. Так, ну что? Для офиса. Да, офисная сумочка. Такое. Нет, ну так не очень удобно. Маленькая. Она. Тут еще проверим. Кармашек. Нет, леденок. Жвачка. Вау. Просроченная 100-500 миллионов лет назад. Это не просроченная, а выдержанная. Выдержанная. Дорогое вино. Вот. Вообще, тут что? Тут есть большое отделение. Так, большое отделение. В котором карман на молнии. В котором карман на молнии. И есть еще с каждой стороны отделение на кнопочки. И еще снаружи отделение на молнии. Да. И еще вот здесь отделение на молнии. А, кстати, внутри есть что еще? Пришитая этикетка. Ты на ней ничего не прочитала? Вот это вот. Там написано, ну, что... Сейчас. Эта сумка сделана брендом Ван Лиме. Произведена из лучших материалов. Так, тут что-то непонятно. Фабрика. Производит эксклюзивные кожаные изделия. Вот. В общем, кожаные. В общем, кожаные. Эксклюзивные кожаные. Это нет. Это где, куда припрятать? Мое личное. Мое хорошенькое мое. Ну, смотрите, что не хочется отдавать? Желтенькая сумочка. Конечно, такие яркие. Она классная. Такие яркие маленькие сумочки. Это приятно очень. Я ее брала поносить. Да. Вот эта сумка очень удобная. Я ее покупала. Валентина. Итальянская. Во Флоренции покупала. А ты хочешь с ней? Она удобная. Она как бы так не очень современная уже теперь. Но, тем не менее, очень удобная. Ну, это несмотря как стежина. Сколько карманов. Карманов немерено. Немерено. Два. И все на молниях. Да. Да. И три. И вот здесь еще четыре. А, у нас две стороны. Ну, он такой, да. Да, тоже такая мягенькая. Ага. Давай, оставлю. Ну, у нее цвет такой хороший. Ой, а вот это... А это кожа? Да, да. Это кожа? Это кожа. Это, да. Это вот, представляешь, это вот такая вот кожа. Она как, знаешь, перчатки из олененка. Олененка. Ой, как она слежалась нехорошо. А, че, нехорошо. Это я покупала в Африке, в Марокко. А, поэтому она оранжевая. Да. Смотрите, какая... Эна, правда, вот такая и легкая, капец. Да, марокканская кожа, она вот считается очень хорошей кожей. У них, правда, вот не очень хорошие фасоны. Они пытаются, конечно, их копировать, но у них не так получается хорошо. Очень какой-то. Но зато у них кожа просто потрясающая. Очень, правда, как перчаточная. Ой, надо вот это вот отмочить. Мне кажется, она если полежит, она же вон лежала. Ну, может быть, да, она восстановится. Ярких сумок в вагон. Яркие сумки не могут быть лишними. Вообще никакие не могут быть лишними. Никакие не могут быть лишними. Так, еще тут добра. О, вот это я помню. Это сумка, посмотрите. Ой, вот это какая моя хорошая. Сейчас я ее попробую расправить. Это тоже слижалось, но хороша. Да. Так, тоже какая-то бумажка. Чек. Чек. Какой-то чек. Ой, тут, кстати, тоже два отделения. Здесь в отделении молния еще. И здесь, ну, типа, под телефон. Хотя современные телефоны, мне кажется, уже не влезут. Вот. И что хорошо, несмотря на то, что она без молнии, оп, и никто сюда не пролезет. Это если там в метро ездить, например, я каждый раз вот так вот с сумкой, потому что боюсь, что... Ну, это в любом случае. У меня же лазили один раз, я прям за руку поймала. Вот. И она на плечо в доме. Кстати, вот такого плана сейчас опять входит в мод. Они начались вот с эти вот Saddleback от Диора. А, нет, не Saddleback, а вот который полумесяца, забыла, как называется. Ну, я не знаю, как это называется. Вот. И сейчас вот они как раз как-то каким-то разрешились. Ну, пакетик лег. На одежду не пускают хоть на пакетик. Да, вот эти вот сумочки. Ой, ну, ну, какая-ну, 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 боже. Ну, куда ты с ним будешь ходить? Дисона. Дисона. Блин, Дисона. Будешь кустром ходить? Да, конечно, не буду. Это же все офисные варианты. Куда я с такой пойду? С собакой гулять? У меня есть маленький с собакой гулять. Чтобы положить туда пакетики. Вот этот калач, я помню, Джиллиан. О, блин, он такой крутой. Смотрите. Это я оставлю как память. Да. Смотрите, он еще. Вот здесь вот такое, как сказать, топленое молоко, наверное, цвет. Здесь какая-то сливовая компот. Какао, я бы сказала. А мне кажется, он такой фиолетовый, как сливовый компот. Знаешь, он такой становится приглушенный. Мне кажется, какао. Тут еще серенькая полосочка. Цвет какао. Ну, не знаю. Ну, ладно, пускай. А здесь еще светлее, смотри. Да, здесь чуть светлее топленое молоко. А вот здесь вот кантик серенький, такого же цвета, как вот эта вот... Да, здесь ручка. Ручка. То есть его можно носить вот так. Ну, вот так. Вот так. Да. Офигенский клач, очень крутой. Да. Да. Оставлю, что-то? Оставлю, оставлю. Нет, это такой, это такой прям хороший такой бренд. А вот это до мани по мотивам Шанель 2,55. Может, тебе не отдавать? Я бы не отдавала, она классная. Я ее не буду отдавать, она прям вообще... Она очень крутая, она мне очень нравится. Она правда вот, ну вот, как вот эти классические Шанель. Да, да, да. Только они поквадратнее? Какой-то мелок. Что это такое? Мелок? Или это ластик? А, офисная же сумка-то. А, ну понятно. Ластик у меня в сумке. А только, а где от нее ручка? Ручка от нее у меня там. А. В той квартире я ее к другой сумке пристегивала. В общем, ее можно и как клатч, и как сумку, и как... У нее есть короткая, у нее две ручки, кстати. У нее есть просто коротенькая такая и длинная ручка. А они кожаные или цепочки? Кожаные. А, просто уши налитит вот этой цепочкой. А у меня есть цепочки, сюда, кстати, можно цепочки пристегивать. И вот такая она тоже все стеганая. Очень классная сумка. Да. Прям, да, она реально не выходит из моды по сумке. Ой, правда какая чудесная сумка. Ой, а вот эти у нас были одинаковыми. Так нравилась эта мамина сумка, что когда был какой-то праздник, я попросила папу подарить мне точно такую же. Она такая мешочкообразная. Да, очень удобненькая. Так, а тут... А, нет, 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 это я уже не помню. А, подожди, у нее вот что-то еще вот так, да. Коротенькая ручечка и длинненькая ручечка. Да. Сейчас покажу. Вот, я свою затаскала просто до состояния, что она умерла. Она же вот, она же двигается вот здесь. Это не коротенькая, длинненькая, это одна. Ее можно делать длинной. Ее можно на руке, сейчас я опущу, чтобы было понятно. Ее можно вот так носить. Ну, понятно, само собой, просто в руке. Можно вот эти двойную сделать и на плечо повесить. Да, можно вот так. И вот ручечка подправлю тут, чтобы она попалась вам. Оп. Вот так. Да, ну еще раз. Надо распрощить, чтобы было красиво. Можно повесить на плечо и носить на плече. И можно вообще сделать супер длинную. А, я так. Ну, другую часть нужно просто вытягивать. Другую. Там без вот этой. А, вот просто она вытягивает. А, подожди. Ну да. Да. Ну, в общем, вот это все снимается. Ну, вот так. А, вот это пристегивается. Нет, не знаю как. А, нужно расстегивать, наверное. А, расстегивать нужно. Тьфу ты, ну да. Вот так все, понимаешь. Вот я ее правильно вытаскиваю. Вот так. Понимаешь? Оп. Пристегиваешь. Это пристегиваешься, да? Да. Вот так все. Она просто была... Я ее такой длинной никогда не носила, поэтому она не была так. А я вот ее, наоборот, носила через плечо, как почтальон. Мне почему-то тогда это очень нравилось. Так. Опа. Я никак не попаду. Так. Вот. Ты носишь уже совсем-совсем длинную. И можно носить прям совсем длинную. Вот я так и носила. Мне очень нравится, как почтальон. Единственное, что у тебя вот здесь вот есть вот этот вот брелочек совершенно чудесный. А мне сумка приехала... У тебя такого не было, потому что, когда я пришла в магазин, оставалась всего одна единственная такая сумка, и она была без брелочка. Видимо, кто-то, когда мерил, этот брелочек стырил. Да. А мне заказывал, папа, я точно помню, сумку. Это из магазина рандеву. Ну, то есть доставкой на дом. Вот. Нет, этого я не помню. Я помню, что я в магазине ее смотрела. Ну, это твою, может быть. Твою. Мою. Твою. Я еще у них спросила, я говорю, где брелочек? Я говорю, должны быть такие висюльки. Они мне говорят, ну, вот это вот единственное, что осталось, и все, больше такой нет сумки. А, вот. И, в общем, что классно, она кожаная, но у нее такая выделка матовая. Как это назвать? Я даже не знаю, как это назвать. Она какая-то такая бархатистая, какая-то, ну, нет, она не бархатистая. Она не как кожа, не как лак, не как замша. Сюда она такая, я не знаю. Ну, в общем, она классная такая кожа какая-то. Ну, не знаю, что, но хорошая кожа такая, да, вот. Очень хорошая. И тоже она на молнии. Это просто... Так, слушай, мы ее так расхвалили. Что сейчас ты ее не захочешь отдавать, да? Да. Нет, она, правда, очень крутая. Ну, я просто не хожу. У меня либо маленький сейчас, либо рюкзак. Поэтому у меня она не... Ну, я ее не буду себе забирать. И тут на молнии положился. И внутри сюда влезет целая жизнь. И вот бренд Gianni Ciarini. Итальянская Genuine натуральная кожа. Вот. В общем, классная очень сумка. Да, у меня она убилась. А ты, у тебя кучаешь сумку? Ну, я, потому что, да, много сумок. Они у меня не убиваются. Вот. А вот эта вообще, она мне так нравится. Эта сумка, эта сумка саквояж. Она какая-то... Она как винтажная там смотрится. Да, да. Она такая и есть. Она, видишь, вот у нее, смотри, такой вот. Она тоже как вот те сапоги. Да, да, да. Трущиеся, как джинсаль. Такая вот она. Ну, очень хорошая. Да, она прям как будто вот из винтажного магазина. Ага. Такая. Ой, вообще шикарная. Шикарная. Сумка саквояж. Сумка саквояж. Да. А внутри зеленая. Это какая-то... Ой, есть еще длинная ручка. Ага. Ну, это не модно носить. Такую сумку с длинной ручкой. Подожди, я посмотрю, что-то там может еще есть? Конечно, там что-то еще есть. Что это? Зарядка. Зарядка. Боже мой. И карандаш. Божечки мои. Какой-то цветут. Это яблочко. Или пуская. Так, все. Здесь осталось только и все, и все. У нее даже подкладка такая, как винтажная. Да, зелененькая. Вот. Ну, она там чистенькая. Красивенькая. Жан-Франко Ли... Листи. Жан-Франко Листи? Да. Мэйден Итали. Вот. Ну что, ты готова с ней расставаться? Да. Да. Мы шли к этому... Мать, я тебя поздравляю. Мы шли к этому лет 7, наверное, назад. Я первый раз заикнулась. Мам, может, продадим? Ты не хочешь с ней? Она такая, нет. Я ставлю и буду на нее смотреть. И вот каждый раз, когда мы натыкались в сумках на расхламление... Да. Каждый раз этот вопрос, каждый раз... Нет! Господи. Это же моя прелесть. Моя. Она такая вообще потрясающая. Да. Все. Все сумки разобрали. Да. Заканчиваем видосик с сумками. Сумок на сегодня больше нет. А вот это вот видела, вот это ты показала, как у нее плет... Нет, сшито как-то вот... Так видно? Ну, да, она сшита плетеночкой. Вручную я так подозреваю. Вряд ли это можно на машине сделать. Да, это вручную сделано. Офигенно. Нет, я чувствую, у нее вообще потрясно. Офигенно. Я не хожу никуда. Я же привезла себе там целую кучу сумок, и я не хожу, потому что у меня офис через 10 метров. Убер. И мне просто некуда с этими словами. А у меня офис вообще на кухне. Вот, до чего довела нас удаленка. Некуда выгуливать вещи. Ладно, кто не на удаленке, маякуйте. Валюта. Не уверена, что я все это быстро успею выложить. Но если что-то понравилось, вы мне прям пишите под любое объявление, что я хочу вот это видела на ютюбе. Организую. Да? Все? Да. Ну, все. Пока я не забрала все это обратно. Все. Все. Всем пока-пока. Да. Пока.